Люберецкий городской округ готовится к отправке гуманитарной помощи в Донбасс. Грузовик и несколько автомобилей сопровождения выйдут в зону боевых действий в первых числах ноября. В единой дежурной диспетчерской службе состоялось совещание рабочей группы, которая обсудила вопросы транспортировки груза и наметила план работы на месте. Подробности встречи в следующем материале. Везем гуманитарку в том объеме, в котором успеем ее собрать. Везем группу кинематографистов для съемок документального фильма по участию люберчан в специальной военной операции. И везем артистов для организации концертов в госпиталях. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций и сложностей и всего того, что зовется форс-мажор, на совещание пригласили людей, которые имеют личный опыт доставки гуманитарной помощи на Донбасс. Первая остановка у нас в Ростове. Там остается группа артистов. И там, насколько я понимаю, Миша, все уже в плане встречи и проведения. Там все организовано. Поэтому давайте мы сейчас сначала заслушаем Максима. Максим Башкиров – куратор Люберецкого отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство». На Донбассе был неоднократно. По его словам, ситуация меняется постоянно. Но минимизировать сложности логистики можно. С самого начала отправляли груз. И очень было много всяких сложностей, тонкостей, которые на таможне груз был задержан. Имея даже административный ресурс, проходит около трех недель, чтобы это все прошло. Председатель Люберецкого отделения Союза десантников Сергей Батарчуков возит гуманитарную помощь с 2014 года. Считает, что пришло время подумать о смещении акцентов и собирать не вещи и продукты, а деньги, на которые военные могут приобрести все, что необходимо, на месте. Средства сдают и сейчас. Поэтому контроль за ними должен быть усилен. Тот же человек, который хочет помочь, он принес где-то, дал наличие. Мы должны открыть расчетный счет для предприятий для помощи. Открыть какую-то нет-нет, там многие не смогут на счет отправить. Какую-то рабочую карту Сбербанка, поставить ответственного человека, контрольную ревизионную комиссию, четкие контроли по закупкам. По итогам встречи члены группы договорились до отъезда определить части, где служат люберчане. Помощь должна быть адресной. Освежить контакты с командованием частей. И открыть счет для желающих помочь деньгами. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Продолжение следует...